Добро пожаловать, друзья, на канал Инвест Хакинг. С вами снова я, Антон. Вот решил записать вам такое коротенькое видео в эти предпраздничные дни. Еще перед Новым Годом обязательно запишу итоги года, где поговорю в целом о том, что за этот год произошло, как поменялись, может быть, или не поменялись, мои взгляды, и что я ожидаю от следующего года. Но сегодня коротко по состоянию рынка, по битку, по эфиру, по салане. Скажу пару слов по поводу мемкоинов и расскажу вам про сигналы. Все так любят сигналы. Я расскажу вам кое-что о них. Итак, как я люблю начинать, начинаем мы с отчета до хаунинга. Хаунинг у нас пока сориентирован на 22 апреля. И, соответственно, меньше 4 месяца практически ровно у нас с вами до хаунинга. Поэтому, кто бы что ни говорил, этот отчет продолжается. Мы приближаемся к хаунингу, и, соответственно, ничто не может остановить этот процесс. Может замедлить, может ускорить, соответственно, в зависимости от скорости майнинга, от хешрейта. Но пока что все идет только вверх, только приближается эта дата. Пару слов, кстати, скажу про Ординалс пока. Значит, соответственно, мы на теме майнинга. Наверняка вы уже слышали, знаете, что такое Ординалс. Я про них говорил еще тогда, когда практически никто о них не слышал. Это, так можно сказать, NFT на биткоине. Да, ссылки, файлы, картинки, которые запихивают в неиспользуемое место в блоках. И, на самом деле, много разговоров на эту тему. Кто-то любит Ординалс, кто-то не любит. Многие биткоин-макси, как ни странно, ненавидят Ординалсы говорят, что они только загружают сеть. Майнеры обожают Ординалс, потому что больше активности на сети, они получают, соответственно, больше денег за то, что обрабатывают больше транзакций. Поэтому тема такая неоднозначная. Недавно выступал один из корт-девелоперов, влиятельный достаточно человек в мире биткоина. Говорил, что пофиксят биткоины, что выпустят патч, который исправит этот баг. Он называл это багом, ошибкой в коде. Но я не думаю, что майнеры поддержат эту тему, потому что это существенно нанесет удар по их карману. Ну, вроде как он уже начинает передумывать, уже вроде за эту тему не топит. Поэтому, похоже, что Ординалсы остаются. Но в любом, кстати говоря, случае, если даже этот апдейт пройдет, то со старыми Ординалс ничего не случится. Просто новые не смогут создавать. Поэтому в какой-то мере те Ординалсы, которые уже есть, они станут еще более редкими, наверное. Ну, в общем, это так для фанатов биткоина и того, что происходит с ним. Давайте посмотрим на график. График у нас выглядит прекрасно, очень сильно. Очень мощный аптренд. Это видно и без всяких индикаторов. У меня здесь маркетцифер для тех, кто не смотрел видео, когда я про него говорил. Знаю, что есть интерес. Сейчас запишу видео, но оно вам ничем не поможет, если у вас нет индикатора. Индикатор пока никто не приобрел. Я никого не агитирую покупать этот индикатор. Просто рассказываю, что за линией вы видите на экране. Итак, мощный аптренд. Вроде прошлая красная неделя перезагрузила наш стрик из 8 зеленых свечей. Одна красная. Теперь можем еще 8 зеленых вверх. Ну, конечно, 8 зеленых вверх это крайне редко, но текущая неделя у нас выглядит отлично. Практически полностью поглощает предыдущую. Хорошо бы, конечно, чтобы она закрылась новым хаем над 45 тысячами. Но даже если она закроется чуть ниже, поконсолидируется, я думаю, что это тоже не страшно. Потому что по биткоину у нас с вами очень хороший новостной фон. Он даже не столько новостной, сколько фундаментальный. SEC буквально вчера проводила какой-то экстренный созвон со всеми теми, кто подает запрос на ETF. Про ETF мы говорили достаточно на этом канале. Я думаю, что про него вы слышите из каждого утюга. Но новости буквально приходят каждый день. Вчера еще раз SEC разговаривала с ними всеми и сказала им, что должны в своем заявлении они уточнить, что если люди будут хотеть выйти из этого ETF, то есть получить актив, они не могут получить биткоины, они могут получить только кэш-эквивалент. Это не значит, что те, кто запускает ETF, не должны будут покупать биткоины. Просто вот этот момент, когда клиент хочет забрать актив или ресурс, то он не сможет забрать сами битки, он сможет забрать только эквивалент в долларах. Хорошо это или плохо, не знаю, можно поговорить. Наверное, есть свои плюсы, свои минусы. Но в принципе это ничего для нас с вами не меняет. Это все равно это спотовый биткоин ETF, которого мы все так ждали. Напомню, что дата по нему это 10 января. Естественно, много здесь будет праздников, Рождество вот-вот случится, потом Новый год, поэтому не так уж много рабочих дней осталось до этой даты. И буквально решение по поводу ETF может прийти каждый день. Мы ждем его буквально со дня на день. Естественно, это может оказаться sell the news event, как вы знаете. Покупай на слухах, продавай на новостях. И именно возможно, что произойдет какой-то откат. Но я не думаю, что этот откат произойдет ниже уровня, допустим, 32-33 тысячи. Но скорее всего не ниже 35. То есть наверняка будет может быть какой-то памп, какой-то дамп. Но если биткоин не закрывается, допустим, ниже уровня 35 тысяч, то в принципе переживать нам особо нечего. У нас есть вот эта тут месячная такая маленькая свечка, которая нас достаточно прочно здесь закрепила. И я думаю, что она будет ловить любые протекания, которые могут произойти в случае sell the news, то есть продажи на новости на этом ивенте. Но в принципе напомню коротко, что ETF на долгосрочной перспективе положительно, скорее всего, скажется на цене биткоина. Потому что чтобы этот ETF мог продавать свои, скажем, акции, то компания, которая его запускает, должна держать биткоин. У нас, по-моему, не то 9, не то 11 сейчас компаний, фондов, которые запускают ETF на биткоин. И я думаю, что им всем дадут зеленый свет одновременно, потому что иначе, если они пустят кого-то одного, то другие их просто засудят, потому что у них одинаковые абсолютно запросы, они не могут выбирать любимчиков, иначе в Америке государство с ними не рассчитается. Но государство в виде SEC, естественно, им это не нужно, у них и так проблем хватает. Поэтому, кстати, уже некоторые из этих фондов запускают свою рекламу, вы, наверное, ее тоже видели. Если не видели, посмотрите в YouTube Bitwise, биткоин, ETF. Такая стильная рекламка у них получилась. То есть, кроме того, Джером Павел выступал неделю назад, и прозвучал он очень позитивно, очень мягко. По-английски это называется Davish, да? То есть, бывает hawkish и бывает davish. Davish – это как по-голубиному, а hawkish, соответственно, это по-естрибиному. Поэтому он прозвучал очень мягко, по-голубиному. И пообещал нам с вами, что, в принципе, похоже, что они закончили поднимать ставку рефинансирования. И сейчас, естественно, в этот раз он не поднял. Не исключает, что в следующем году они будут эту ставку опускать. То есть, соответственно, money printer, как говорится, заработает снова. Денежный принтер. И денежки обязательно потекут в экономику. Поэтому, как это ни странно, против всех, опять же, прогнозов и предсказаний, похоже, что Америке удалось посадить свою экономику, как бы остудить, посадить, это называется soft landing, мягкое приземление. Ну, посмотрим, конечно, какие эффекты это мягкое приземление будет иметь в несколько месячной и в годовой перспективе. Но пока вроде как ничего не рухнуло. И Джером Пауэлл приземляет свой огромный самолет. Это, в принципе, тоже, естественно, положительно для биткоина, потому что биткоин и крипта, она чувствует ликвидность и начинает всасывать ее в себя. Ну, а между тем, Капо, легенда, я не знаю, слышали вы или нет, но он стал мемом уже. Большой трейдер на крипто-твиттер-пространстве. У него там огромная телега с 80 тысячами человек. И он продолжает из раза в раз рисовать медвежьи, соответственно, сетапы. И пишет, что до 12 тысяч биткоин обязательно должен сходить. Ну, я даже, наверное, не буду комментировать это. Он стал мемом. И чем, как бы, обычно после каждого его такого поста биткоин делает еще движение несколько процентов вверх. Вот буквально там меньше часа назад, час ровно назад этот твит он запостил. Вот смотрим, как биткоин отреагирует. Пока немножечко валится. Но вполне возможно, что сегодняшний день он все-таки закроет выше. Ну, по маркетсайферу, кстати, здесь вот коррекция на часах. И началась рисоваться вот такая вот волна. По-хорошему маркетсайфер работает таким вот образом, что сначала появляется первая большая волна, потом появляется волна меньше. И эта волна называется Trigger Wave. И она как раз является таким сигналом к рассмотрению в лонг. Маленькие волны тоже являются сигналом. В идеале это одна большая глубокая просадка и вторая волна поменьше. Такая, например, кстати, была вот на битке, да, на недельном графике. Мы видели вот эту вот большую просадку. Сама по себе она не является сигналом к входу. Но вот это, это как бы такой классический, идеальный, идеальная картинка вот маркетсайфера. И она встречается на любых таймфреймах. Просто вот на неделе она здесь очень интересно смотрится. Пока я в графиках, можем посмотреть и эфир. Эфир, конечно, очень сильно отстает от битка, да. То есть биткоин улетел, а эфир пока что остался. И это очень хорошо видно на вот этом вот графике эфир к битку. Желтый крест, кстати, является таким индикатором манипуляций. И обычно является к призыву из выхода из позиции в лонг. Если вы были в лонг, то на желтом кресте надо выйти. Но, естественно, он у нас над текущей свечкой, поэтому он еще не подтвержден. Он вообще может здесь исчезнуть к тому моменту, как свечка закроется. Поэтому просто так, как он бросается в глаза, я его вам описал. Так вот, по этому графику четко видно, как эфир сильно отстает от битка. И рано или поздно он должен развернуться. Будем наблюдать. После того, как он развернется, соответственно, экосистема эфира полетит. Сейчас Солана у нас крадет шоу. Вот Солана к битку выглядит совсем по-другому. Она полетела. Вот, кстати, маленькая горочка, вот большая горочка. И вот еще одна маленькая. И после этого пошел полет. То есть, в принципе, на паре к битку это тоже все работает. Но не суть. В общем, Солана, естественно, утаскивает на себя шоу. И вы наверняка видели, мемкоины на Солане летят. И про мемкоины я тоже хотел вам сказать пару слов. В принципе, в них ничего плохого нет. Да, в них нет фундаментала. Они не обещают вам изменить финансовую систему мира. Или это не является каким-то суперкрутым изобретением, сложнейшим смарт-контрактом, который позволяет вам делать это, это, это и то. Да, они в какой-то мере более честные. Они просто название и картинка, как NFT без картинки. Или вот как бы, я не знаю, как это описать. Просто какой-то бренд, который под собой ничего не несет. И если посмотрим на самые большие, самые яркие, наверное, мемкоины за последний месяц, то, естественно, это будет Бонг, это будет Dog with a Head, это будет, ну, кстати, Кок, это на Аваланче. А вообще, я говорил про Solana NFT, то есть, LFT на Solana, они стреляли, отстрелялись. И, в общем, те, кто уже не первый год, не первый месяц в крипте, в принципе, нормально на них смогли прокатиться. И это тоже, в принципе, то, чем я занимаюсь большую часть своего времени. Сейчас получается неплохо, но требует очень большого времени. Огромное количество каких-то ботов, аналитических, тузов нужно, потому что очень большая вероятность купить скам. До того, как я не погрузился в мемкоины с головой, я не знал, сколько вообще скам коинов появляется каждый день. То есть, буквально в течение часа, наверное, на всех сетях сотни коинов создаются, из которых 99 или 95. Это просто ханипоты, то есть, это коины, которые можно купить, и их нельзя продать. Я сейчас это говорю не для того, чтобы разжечь вас FOMO и чтобы бросились покупать мемкоины, а скорее наоборот, для того, чтобы остудить какой-то, может быть, хайп, который, если еще не проснулся, то обязательно проснется. Если он еще пока на RU криптопространстве не проснулся, то обязательно проснется, потому что мы приближаемся к сумасшедшим каким-то значениям, что сейчас начнут заманивать в это дело хомяков. Я вам даю предупреждение. Во-первых, огромное количество скам коинов, которые просто можно купить, нельзя продать. Поэтому, если вы не знаете, что вы делаете, не лезьте в, особенно в коины, которые только-только появились. Конечно, на них можно заработать там сотни тысяч XOV, буквально, ну, сотни или тысячи, ладно, сотни тысяч – это уж совсем какие-то диджен-моменты, хотя и такое бывает, но шансы против вас. То есть, это буквально все равно, что покупать лотерейный билет, особенно, если нет какого-то скилла в этом деле. Те мемкоины, которые долетают до массовых каналов, скажем так, про которые говорят ютуберы, пишут каналы, там колят колщики, ну, это тоже такой сленг, крипто-сленг, те люди, которым платят за то, чтобы они называли колл, да, называли какой-то токен. Они, эти токены уже дали свои 100X, и тем, кто запускает эти маркетинговые программы, им нужно собрать оставшиеся там 5-10 XOV на их объеме, потому что у них уже риска нет, они зашли уже гораздо раньше, они играют полностью с деньгами, скажем так, в казино, да, с деньгами, которые уже загружены в этот проект, для них риска нет, им последние пару XOV собрать прекрасно на их объеме и абсолютно без риска. Вы же будете залетать, у вас, вы должны четко понимать, если вы хотите вообще торговать любыми коинами, особенными коинами, нужно четко понимать, что такое маркет-капитализация, что такое объем, и если вы залетаете в банк на миллиард, там, 200 миллионов, вы должны четко понимать, какой у него потенциал роста, какой, как бы, куда он может долететь, даже если он долетет до шибы, это там 5X, но какова вероятность, что он даст эти 5X, да, может быть, какой-то другой коин тоже может дать эти же 5X, там, тот же эфир или та же солана или какой-нибудь там аваланч, нир, какая-нибудь экосистема вполне может тоже дать эти же 5X, тем более далеко не факт, что банк долетит до шибы. И обратим внимание еще вот на что, что мемкоины также называют ставкой с плечом на экосистему, что это значит. Солана показывает прекрасные результаты за последние, там, много недель, несколько месяцев, с октября, по сути, Солана летит вверх. Соответственно, можно посмотреть на тот же банк, где у него там длинный график, на Bybit, да, вот, смотрите, да, видим также абсолютно такое же движение банка, только пока Солана дала там, то есть банк дал, получается, что у нас 100X, да, 100X, а Солана, соответственно, за это время там дала, ну, свои там 10, да, не 10, даже 5X. То есть это получается как бы ставка с плечом на экосистему. То есть сегодня, сегодня, как вы видите, зеленый день для эфира. Вдруг эфир, да, ну, это у нас неделя, поэтому не видно, а вообще день-то вот, второй день уже зеленый. И здесь мы видим, кстати, да, маленькая горочка, обратите внимание, не совсем классическая, потому что зеленое пятно сверху лучше бы, чтобы оно было красным и снизу, но, ладно, другой, это уже другой вопрос. Дело в том, что несколько дней по эфиру у нас с вами зеленый, и обратите внимание, какие токены, какие мем-коины летят. Пепе 20% сегодня, там, Биткоин, Харри Поттер, Обама, Сони Кино 40%, да, то есть коины на биткоине себя, на эфире себя чувствуют сегодня лучше, чем те же самые коины на Солане. Почему? Потому что они чувствуют движение основной валюты, да, ну, там, Докуис Хэт, за него просто все топят, тоже надо быть очень осторожным. Я чувствую, что он сейчас дойдет до масс, а лететь ему уже особо, в принципе, некуда. Ну, максимум 3x для миллиарда, чисто for the culture, но вряд ли, вряд ли, это не нужно, вам это не нужно. Эти 3x могут даться дорого. Вот, поэтому, как только начинается движение какой-то экосистемы, приходит движение мем-коины. Залетать в них, он, кстати, есть собачий, залетать в них или нет, дело ваше, но, пожалуйста, оценивайте четко свои риски. Про биткоин сказал, про эфир сказал, про мем-коины сказал, скажу теперь еще про тему, она называется сигналы, да. Все, кто заходит в крипту, все всегда ищут сигналы. Почему? Потому что никто не хочет думать своей головой, все хотят просто кнопку бабло, где тебе сказали, вот здесь купить, здесь продать, и все. И тебе показывают какие-то результаты. Вон там 10 тысяч процентов с плечом 125, я заработал по этому сигналу, поэтому все бегите, покупайте сюда. Я против сигналов в целом, потому что непонятно, кто дает эти сигналы, какие преследуют они цели. Очень любят давать сигналы на какие-нибудь мем-коины в платных группах. Как это делается, я уже вам сказал, закупается сначала коин, потом разгружается на своих там подписчиков, зрителей. Больше того, если эти сигналы там так прекрасно работают, если это кнопка бабло, зачем ее продавать, да. Но спрос есть. Когда я первый раз упомянул MarketCypher, люди стали спрашивать, как нам бы попользоваться твоей подпиской, давай там стримите графики. Я не могу стримить графики, потому что MarketCypher нужно работать на нескольких таймфреймах. Видишь сигнал на одном, переходишь на таймфрейм ниже, и, соответственно, много-много разных коинов. Своим MarketCypher я не могу с вами поделиться, но у меня есть для вас кое-что другое. Я назвал это CryptoRadar. CryptoRadar – это такой маленький телеграм-канал, которым удобно пользоваться, куда приходят вот такие вот notification. Можете назвать их сигналами для простоты, но это не такой сигнал, который гарантированно вам дает возможность заработать. Это не кнопка бабло, потому что кнопку бабло не было бы смысла продавать. Это CryptoRadar. Он подсказывает вам, на что обратить внимание. Приходит вот такое вот сообщение, где написано тип алерта long, пара, время, цена, стоп-лосс и цели. Рядом с целями есть risk to reward и есть процент отработки этого сигнала. То есть, с какой вероятностью эта цель будет достигнута. Вот, смотрите. Как пользоваться им подробно, я запишу видео и закину в этот чат. Кому не интересно, тот может абсолютно не слушать и не тратить на это время. Скажу лишь, что сигналы я запустил не сразу. Я их тестил, видите, вот с 7 декабря. Я тестил эти сигналы до сегодняшнего момента, чтобы вами с ними поделиться. Скажу так. Отрабатывают они действительно больше, чем в 50% случаев. На просадке битка мы наловили стопов. Это тоже понятно, когда валится биток, альта тоже валится. Но в целом они работают неплохо. Как ими пользуюсь я? Когда приходит сообщение, я расчерчиваю это на графике и ищу точку входа. Соответственно, чем вам поможет эти сигналы, если это не волшебное решение от всех ваших проблем и не кнопка бабло? Во-первых, они помогут вам сфокусироваться на одной, двух, трех парах, а не проглядывать руками миллион разных пар, которые существуют на всех биржах. То есть вы можете конкретно сфокусироваться на определенной паре. Оно подскажет вам, где, соответственно, момент, когда этот трейд инвалидируется, то есть есть стоп-лосс, и если, соответственно, цена ушла за него, то вы больше можете не цепляться за этот трейд, отпустить его и ждать следующего сигнала. Вы всегда знаете, что следующий сигнал придет. Здесь есть take profit, подсказывает вам не увлекаться, потому что все мы грешим чем? Что заходим в трейд, держимся на него, держимся, 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 пока он не уйдет обратно и в итоге нас не стопанет. То есть это такой помощник начинающему трейдеру. Поможет вам определиться с парой, поможет вам не увлекаться как в нижнюю сторону, так и в верхнюю сторону. После Нового года добавятся еще сигналы в short, пока только long, и подписка существует на 7 дней потестить, на неделю и на год. Я пока что оставляю цену такой, какая она есть. Заходите, посмотрите, в описании будет ссылка, оплата там тоже через бота USDT на Binance Smart Chain. Вот, собственно, и все. Больше я видео про это записывать не буду. Буду скидывать иногда сигналы в наш чат, бесплатные, редко, чтобы выбрать, как бы выборочно, рандомно, сработает, сработает, не сработает, не сработает, чтобы вы вообще видели и понимали, о чем идет речь. Если кто-то будет спрашивать, можно дать ссылку на это видео. Все, на этом, друзья мои, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Если есть вопросы, пишите. Увидимся, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok